В эфире новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Руководитель программы «Активное долголетие» получил 8 смартфонов от депутата Московской областной думы Юрия Липатова. Мы обязательно раздадим все эти смартфоны руководителям активности и они будут успешно им пользоваться. Борщевик Сосновского. Какими способами борются с ядовитыми растениями в нашем муниципалитете? Помимо химической обработки, мы еще и пользуемся механической обработкой. Инспекторы Госаднотехнадзора провели рейд под названием «Не препятствуй вывозу мусора». Осуществляется в ходе рейда фотофиксация транспортного средства и направляется административный штраф. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов в ходе рабочей поездки посетил Ленинский городской округ и вручил руководителю программы «Активное долголетие» 8 смартфонов для помощи в работе организации. Подарки будут переданы управляющим клубами активности. С их помощью они смогут сканировать пенсионные удостоверения посетителей кружков и вести учет посещаемости. Это была очень острая проблема в феврале. И я думаю, после того, когда пройдет этот период пандемии, когда начнутся активные занятия, мы обязательно раздадим все эти смартфоны руководителям активности и они будут успешно ими пользоваться. Программу «Активное долголетие» в Ленинском городском округе запустили в декабре прошлого года. Услуги клуба сейчас получают около тысячи местных жителей в возрасте старше 65 лет. Наибольшей популярностью пользуются направления йоги, танцев, скандинавской ходьбы, рукоделия и рисования. У нас практически в каждом поселении люди занимаются скандинавской ходьбой, ну и много-много-много других всяких кружков для людей пожилого возраста. Средства на приобретение смартфонов были выделены из бюджета Московской областной думы. Всего на эти цели потрачено 100 тысяч рублей. Я так думаю, что эта помощь будет далеко не последней, но в целом я искренне хотел бы пожелать вам всем хорошей творческой работы, поблагодарить за то, что вы делаете и не сомневаясь, что жители округа, люди старшего поколения, эту работу оценят. Но это был не единственный сюрприз от депутата. Воспользовавшись случаем, он пригласил на мероприятие 14-летнего Алексея Осташкова. У мальчика проблемы с ногами, поэтому много времени он проводит дома. Юрий Липатов исполнил давнюю мечту подростка и подарил ему современный ноутбук. Очень рад. Я всегда мечтала о своем личном ноутбуке. Мальчик уверен, что новый ноутбук поможет ему в учебе. Борщевик Сосновского. Головная боль всех дачников и коммунальщиков разрастается быстро. Уничтожить трудно, а сам крайне ядовит и опасен. Какими способами борются с ядовитым растением в нашем муниципалитете, узнала съемочная группа «Видное ТВ». В мире насчитывается более 50 видов борщевика. Одни выращиваются как декоративная культура, другие – как кормовая. А с некоторыми ведется постоянная борьба. Они вредны для человека и животных. Особо опасен борщевик Сосновского. Он способен вызывать сильные и долго не заживающие ожоги просто от прикосновения к нему. На территории Ленинского городского округа ведется постоянная борьба с этим вредоносным растением. Он планируется обработать 25 гектаров на территории Ленинского городского округа. Именно запланирована обработка химическим путем. Но помимо химической обработки мы еще и пользуемся механической обработкой. В основном трактора, соответственно, Беларусь. У них там есть соответствующее оборудование, которое позволяет скашивать. Обработали в общей сложности порядка 25 гектар. Планируется обработать еще столько же, как минимум. Будет три этапа обработки. На территории Булатникова в этом году запланировано обработать около 10-12 гектаров борщевика. На поле возле поселка Бица и деревни Вырубова уже частично была ранее проведена химическая обработка. Это заметно по жухлым желтым листьям растений. Он желтеет сразу же, как и ствол, так и листья. И уже на десятые сутки весь борщевик уже высыхает, выжигается. Максим Моторин не понаслышке знает, что такое борьба с борщевиком. Он работает с мотоопрыскивателями, специальными устройствами под давлением, выдающими струю гербицида. Чтобы обработать один гектар борщевика, нужно 100 литров рабочего раствора. То есть понадобится не менее пяти дозаправок бака. Работа опасная, без средств защиты не обойтись. Мы стараемся, конечно, приезжать либо утром рано, когда еще нет никого, либо поздно вечером, чтобы избежать контактов с местным жителем. По технологической инструкции обработанной территории люди не должны находиться. После обработки нельзя собирать грибы, пасти скот. На обработанных территориях коммунальщики ставят таблички с указанием вида гербицида и класса его опасности. Уже через два часа там можно находиться, соблюдая меры предосторожности. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Инспекторы территориального отдела номер 25 Госаднотехнадзора Московской области провели рейд под названием «Не препятствую вывозу мусора». В его рамках за неделю в Ленинском городском округе было выявлено восемь нарушений парковки автомобилей, мешающих проезду спецтехники контейнерным площадкам. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. Недостаток свободных мест для стоянки личного транспорта вынуждает водители искать альтернативные парковки. Площадки возле мусорных баков не исключение. В нашем муниципалитете, как отмечают сотрудники территориального отдела номер 25, чаще всего машины оставляют в непосредственной близости от контейнерных площадок в Дрожжино и Боброво. Рейды проводятся еженедельно. Основные адреса в Ленинском городском округе – это рабочий поселок Дрожжино, рабочий поселок Боброво, а также деревня Месайлова. Всего за неделю в рамках рейда «Не препятствуя вывозу мусора» в Ленинском городском округе было выявлено 8 нарушений парковки, препятствующей подъезду мусоровоза. Сотрудниками территориального отдела осуществляется в ходе рейда фотофиксация транспортного средства и направляется административный штраф собственнику транспортного средства. Все припаркованные транспортные средства, перекрывающие доступ в спецтехнике к мусорным бакам, были зафиксированы. Материалы направлены в ОГИБДД для установления личности владельцев. После получения информации о собственниках водителям будут направлены постановления о правонарушениях. Мы обращаемся к жителям, прежде всего, городского округа. Мы понимаем, что в наших условиях парковка – это сейчас очень сложно, места очень мало, но, по крайней мере, не загораживать те пространства, которые нужны для вывоза мусора, отходов, тем более это в летний период. Инспекторами Госадомтехнадзора уже в текущем году было возбуждено 26 административных дел. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей. Все постановления направлены автовладельцам-нарушителям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. К нам в редакцию обратились жители ЖК «Видный». Он расположился на Белокаменном шоссе рядом со зданием ГИБДД. Именно это соседство и создает ряд проблем для проживающих в микрорайоне. Но обо всем по порядку. В один не очень прекрасный день автолюбители, живущие в ЖК «Видный», обнаружили в начале и конце одной из прилегающих к домам улиц знаки «Стоянка запрещена». Некоторые водители до сих пор по привычке паркуют свои машины, рискуя нарваться на штраф. Тем более, что рядом с ЖК расположено здание ГИБДД. И многие водители, едущие от Таблова, подъезжают к нему как раз по этой проезжей части. Машины транзитные, с огромной скоростью, проезжают мимо нас, которые едут в ГАИ и из ГАИ. Они абсолютно не наши. Сквозной проезд получился, широкая дорога, им ничего не мешает. Знака «жилая зона» нет, знака «ограничения скорости» нет. Поэтому они здесь ездят, как хотят. В начале того месяца, я сам видел, когда мы стояли, выбегает ребенок из подъезда, машина еле оттормозилась. Потому что они тут летают на огромной скорости. Ждать подтверждения этих слов долго не пришлось. Во время беседы с местными жителями мимо нас проехал не один лихач. О, вот супер вообще. Это еще не быстро. Это еще быстрее есть. Жители обращались со своими проблемами во многие инстанции, но получали порой довольно удивительные ответы и совершали свои маленькие, но не совсем приятные открытия. Согласно публичной кадастровой карте, вот эта дорога не является придомовой территорией. И установка дорожных знаков может тут быть любых. То есть, хоть вообще проход запрещен, проезд запрещен, установка запрещена, все что угодно. Вторая большая проблема жителей – парковка между жилым комплексом и Белокаменном шоссе. Казалось бы, живи да радуйся. Автолюбители какого-нибудь шестого микрорайона лопаются от зависти, но не все так просто. На этой стоянке паркуются не жители нашего ЖК, а непонятные люди, которые приезжают сюда, паркуются, некоторые здесь ночуют, также ходят в туалет. Вот прям рядышком все это из окна видно, не очень благоприятно. Ну и стоянка просто превратилась в какую-то помойку. То, что происходит на стоянке, видно невооруженным глазом. И этот беспорядок без труда можно остановить. Неравнодушные жители видят простое решение сразу всех существующих проблем. Хотелось бы, главное, первое – это шлагбаумы. Потому что при покупке квартиры застройщик позиционировал закрытую охраняемую территорию. Чего, в общем-то, вот я жду шесть лет. Второе – это, конечно, убрать знак «остановка запрещена», а поставить знак «жилая зона». Но пока усилия не увенчались успехом. Жители подготовили обращение в прокуратуру, приложив карту и подробное объяснение происходящего. ГИБДД, дорога, знак-знак, стоянка. И вот, ну для того, чтобы прокуратура понимала, о чем речь. Потому что ЖК же он вот вытянул. Ну да. Неравнодушные граждане намерены идти, что называется, до конца, ведь на кону. В том числе жизнь и здоровье их детей. В рамках подготовки к 25-летию телеканала «Видное ТВ» мы продолжаем показывать сюжеты, снятые несколько лет назад. В этот раз смотрите репортаж из далекого 1997 года, тогда в самом центре города Видное паслись коровы, что создавало определенные проблемы местным жителям. А речь шла об этих милых существах. Коровы – животные полезные. Что, мы не понимаем, что ли? И уж, конечно, все мы любим животных. Но не настолько же. Наверное, хозяйке этого рогатого мычащего стада непросто содержать их в городских условиях. Да и жителям города не всегда радостной встречи с ними в узких переулках. Рядом живете? Вот в этом доме живу. Ну вот вы, наверное, как-то имеете какое-то отношение? Вот здесь вот коровы около вашего дома. Вы как к этому относитесь? Нравится вам или нет? Мне и коровы не нравятся. Детям погулять негде. Боишься детей выпустить погулять. Ну а вот коровы, как они траву щиплют? Что об этом доме? Ну, щипят и подщипят. Никому они не мешают, в принципе? Конечно, нет. Ну, конечно, не нравится, что там они нагадят, там дети гуляют. Это... Держит. Как вот к выголу коров здесь? Как вы относитесь? Нравится вам это или нет? Вот запах? Ну, по идее, это зона отдыха ведь. Очень часто нам приходится слышать сетывание старушек о том, что гуляющие собачки портят окружающую среду. А коровы, они же больше собачек. И, соответственно, площадь загрязнения окружающей среды от них больше. Все мы знаем, что вы нужны, чтобы давать молоко. И интересно, какое же молоко у этих буренок? Если дышат, они выходными газами. Жьют растущую вдоль травку с большим содержанием пенца и других полезных и тяжелых металлов. Питаются прогнившими отходами на помой. А может быть, их хозяйка-автолюбитель и экономя на бензине, как в известном мультфильме, заправляет свой запорожец парным молочком? А живет эта милая женщина в простом городском доме. И мы решили побеседовать с ее соседями о ней и о ее зверюшках. Можно вас отвлечь на минуточку? Да, пожалуйста, слушаю вас. Мы интересуемся стадом коров, хозяйка которого живет, по-моему, в вашем подъезде. Да, действительно, удивительно, что это кому-то еще интересно. А как вообще, не мешает ли вам это? По-моему, это мешает всему городу. Здоровенные быки разгуливают на свободе и чувствуют себя прекрасно. Лучше гораздо, чем мы себя чувствуем в этом доме. А именно вот вам-то как они мешают, эти коровы? Да вы знаете, куда ни пойдешь, везде грязь, и просто страшно, что тебя забодают. А вообще вот в подъезде никаких неприятностей нет от хозяйки или от коров? Ну, конечно, она носит навоз этот на ногах и запах, а в подвале это вообще ужас. Если вам это интересно, я вам это покажу. А вы пробовали обращаться, может быть, в какие-то инстанции? Может, как-то можно ее узаконить где-то, где-то ей определить коровник? Мы пробовали, вы знаете, неоднократно, и обращались к санитарному врачу, и обещались в ПТО городского хозяйства. Не знаю, как это сейчас называется. Но в УСН и не там, понимаете, главнее всех глава Злокоманова. Здесь у наших жильцов, у каждого из квартир, некоторые квартиры коммунальные, есть свои подвалы. Но подвалом пользоваться невозможно совершенно, потому что вы чувствуете, какой запах и какой вид. Сейчас мы пройдем дальше, там увидите. Слушай, вообще, хуже, чем в морге. Ой! Сейчас немножко по-старушке вывела. Корм для животных. Это рассадник мышей, крыс. Для того, чтобы этот комбикорм не своровали, здесь бродячие собаки живут и выводятся. Ну, то есть, вы понимаете, это я даже не знаю, какие это условия. Проживание и пользование вот этими подвалами совершенно невозможно. Совершенно. Я вас прошу, если это увидят представители нашей администрации, может быть, они вспомнят о том, что в таких... Ой! Да, вот сейчас мы стоим и кругом просто побежали мыши. Вот угол темный. Конечно, ужас. А вот здесь на третьем этаже находятся окна квартиры девятой, в которой живет наша соседка. Она оттуда сбрасывает шланг и устраивает здесь водопой, откорм животных. Здесь же производится из-за бой животных без, так сказать, лишних разглагольствований. То есть, во дворе и дети гуляют, смотрят? Естественно. Ну, выстраиваются дети и наблюдают за картиной убийства. Собаки растаскивают части кожи, хвосты и так далее. В общем, впечатляющая картина, приходите. Спасибо за приглашение. Заводя домашних животных, давайте задумаемся, не будут ли они мешать людям, а люди им. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова